СОЦИАЛЬНЫЕ ГОСУДАРСТВО Неважно, какое государство, демократическое или тоталитарное, природа государства одна и та же. Это всегда левиафан, который всегда пожирает человека. И нет другого отношения государства к человеку. Просто это пожирание может быть с улыбкой на устах и со всякими ласковыми словами в публичном пространстве будут пережевывать, перемалывать тебе твою жизнь и твои кости, получать с тебя твою жизненную энергию. Либо это будет с таким кровожадным урчанием волка-людоеда, который сразу к тебе цепляется и рвет тебя на части. Неизвестно еще, что лучшее. Длинное мучительное пережевывание тебя или быстрое разрывание какое-нибудь такое, знаете, гулаговское. Я говорю такие жестокие вещи, казалось бы, может быть, странные, но это так. Поэтому, когда мы говорим о социальном государстве, это попытка, которая была предложена немецкой демократической философией в 20 веке по итогам правления национал-социалистов. Дело в том, что, как ни странно, но нацистское государство было суперсоциальным государством. Оно не было государством социалистическим, в том смысле, как мы это понимаем. Но было государство, которое каждый, кому выдавался билет, пропуск на участие в этом государстве, ты становился как бы участником некого такого процесса развития внутри очерченной территории, внутри социума. Никто там никому не давал в этом райхе нацистском какие-то подачки. Понимаете, это было принципиально отличие от советской системы. Там, условно, государство выдавало некий аванс человеку. И этот аванс человек развивал или не развивал. Но у человека были возможности, это такая прусская модель, там, служения в армии, в бюрократии, в партии, которая была частью государства. А мог человек быть крестьянином, быть рабочим, быть инженером, получать образование. Вот немцы после 1945 года, поняв плюсы вот этого, на самом деле, тотального вовлечения людей в некое такое... Ну, опять-таки, в закрытом пространстве, потому что у нацистов было при всём при том, что модель участия всех, вот эта вот коллективная, они решили, но решили за счёт геноцида по отношению к значительному числу людей, которых они и исключили просто из... не просто из способа государственного расставания, но из жизни самой. Поэтому эта модель с помощью геноцида не могла быть реализована. Но задачей немцев с 40-х, 50-х годов было, каким образом, не отказавшись от того хорошего, что было в этом социальном государстве, да, в реализации прусской модели социального государства, участия всех и каждого в формате нации или формате, там, государства, как это сделать небесчеловечным? Включить в это какие-то иные группы, да, вот привезли в 50-е годы порядка двух миллионов, кто говорит, около миллиона турок, например, в Германию, которые составили, потому что было большой потери в мужчинах, они решали такие вопросы. И социальное государство немецкого типа, это является основной идеологией Федеративной Республики Германии, именно социальное государство. Это очерченный, ну, конечно, безусловно, менее жёстко, чем в нацистское время, но всё равно, как бы, коллективный некий большой консорциум людей, которые участвуют в ситуациях развития, внутренних ситуациях и, в общем, коллективном ситуации развития. Они попытались совместить социальное государство с идеей демократии, либерального государства, свободы. Ну, могу сказать, что в чём-то это получилось, конечно, и в чём-то идея социального государства, Эрхарта, она успешна. Смешно это отрицать. Германия из небытия, и не только на американских кредитах, но за счёт трудолюбия немецкого народа, дисциплины немецкого народа, способности немецкого народа к общему делу, это же тоже важный момент для реализации идеи социального государства. Потому что социальное государство, когда ты успешен, кто-то не успешен, и ты за него не несёшь никакую ответственность, или не несёшь такую ответственность, что тебя заставляют ему отдавать часть денег, это не социальное государство. Социальное государство – это одновременно создание общей идеологии, общего мировоззрения, общего дела. Мы все стремимся к чему? К государству свободного развития. Я говорю о Германии, потому что это единственный пример у успешного социального государства, по большому счёту. Франция – это не социальное государство, это бюрократическое государство. Мы стремимся к свободному развитию, при этом оставаясь германской нацией. Но у нас есть турки, без которых мы уже не можем себе представить Германию. Они приехали, и благодаря им Германия во многом поднялась и из руин достигла мощи. Как их вписать в это дело? Как продумать новые форматы нации? Социальное государство, идея социального государства требует постоянного творчества, потому что постоянно меняются границы того общества, которое ты призываешь к общему делу, коллективному, общему действию, в котором ты предлагаешь каждому занять какую-то роль. Эта роль должна быть социально полезна, она должна быть направлена на общее развитие. Не важно, христианский это демократ, или социал-демократ, или свободный демократ, или коммунист, например. Но видите, в ФРГ радикальные партии, национал-социализм и коммунизм были исключены из социального протеста, потому что они были врагами того типа социального государства, демократического, которое было предложено. В России социальное государство, идея социального государства, которая прописана в Конституции, кстати, в нашей, она, мне кажется, для России была бы правильной и спасительной. Но проблема в том, что мы не можем описать рамки, границы того общего, целого, что для нас является Россией. Мы постоянно сомневаемся, точнее, наши элиты, которые берут на себя право за нас решать, кем мы являемся, что такое мы народ, принадлежат ли таджики и узбеки к нашему народу. Вчера принадлежали, а сегодня уже нет. Кто это решил? Ну, кто-то решил, там, Бурбулис решил, понимаете, с Ельцином, с Гайдаром и с Козыревым, да, в Белавишской пущей. Грузины вчера принадлежали, сегодня не принадлежат. Почему? Как? Где? Нет, давайте уже определимся, кто принадлежит. Это не только гражданство, хотя гражданство является важным форматом. Но прежде всего, мне кажется, идея социального государства должна начинаться ее воплощение в России с описания того, чем мы являемся, кто является участниками этого социального государства, который является государством общего дела. Я выступаю в данном случае за идею открытости и свободы. Россия должна быть открыта Евразии. Наши творческие силы, творческие ресурсы находятся в Евразии. Проблема в том, что Европа не заинтересована в возникновении в России социального государства. Запад не заинтересован, потому что это приведет к появлению альтернативного центра социального развития по отношению к европейскому. Они хотят, чтобы мы подчинялись Брюсселю. Поэтому они не заинтересованы в том, чтобы Россия была обращена к огромным человеческим ресурсам Азии. Мы должны, по мнению европейцев, сверновать некий пул правящей элиты, который будет раболепно вот так вот смотреть туда, в сторону Брюсселя, Берлина, Лондона, Парижа, говоря, боже мой, там просвещение, там демократия, там свобода, там все самое лучшее. Ну, это все Грибоедов уже описал в «Горе от ума», понимаете. Французик из Бордо, выпячивая грудь в той комнатке незначащая встреча. Все вот туда, вот все наши эти вот инсоры, они все смотрят туда. Как мы хотим, да как в Европе хотим, ребят. Мы это слышим уже 300 лет. Это как в Европе, уже у нас вот океаны крови пролило и в гуманные времена, и в негуманные времена. С одинаковой, на мой взгляд, беспощадностью все одно вытекало из другого. Мы хотим, чтобы у нас было как в России. Мы хотим реального социального государства, в котором участвуют люди, коренные наши люди, разных национальностей, разных культур, разных цивилизаций. Остало быть разных возможностей, разных взглядов на мир. Остало быть разных тезисов к этому нашему общему договору, общественному договору, договору о социальном государстве. И не надо этого бояться. Я понимаю, что многие боятся творческих сил, которые коренятся в нашем народе, потому что они опять могут создать в своем воплощении эти творческие силы, некое оригинальное, некий оригинальный образ социального государства. Ну, кто боится, тем пускай правит страх. А нами, тем, кто верит в свою страну, будет править надежно.